Здравствуйте! Медицинских вытрезвителей не стало в октябре 11-го. И прошедшее время показало, что с решением поторопились. Первый медицинский вытрезвитель будет восстановлен в Ижевске в этом году. Об этом сделал заявление на этой неделе Александр Волков. Кому нужны вытрезвители? Об этом сегодня в программе «Тема недели». По официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается гражданам в состоянии опьянения. По неофициальным, а значит более народным данным, пьян каждый второй преступник, хватающийся за нож или топор. До 80% бытовых преступлений совершаются в пьяном виде, и именно они самые жестокие, кровавые и безумные. Теперь пьяных на улицах подбирают в основном бригады скорой помощи. Сколько людей, балансирующих на грани жизни и смерти, не получают вовремя врачебную помощь из-за этого? Пены ломают машины, выбивают стекла, с кулаками нападают на врачей. Здесь еще лежали посторонние, то есть привезенные, обездвиженные. И, в общем, сначала их разогнал здесь, погонял. Потом в приемном покое все стал раскидывать, тумбочки полетели, одел зимние перчатки и с размаху стал бить по дверям. Как раз я находилась поблизости от этого в этот момент. И стекла полетели, порезала ногу, в общем. Есть и другой аспект вопроса, другой его градус. Пьяный человек беззащитен, взять у него ценные вещи ничего не стоит. Кроме того, бывало, что вытрезвитель доставляли и трезвого, а там уже вымогали деньги за освобождение. Да и сама эта система попросту нарушает права человека. Фактически это незаконный арест. Интересно, что в западных странах вытрезвители в советском понимании просто не существуют. Во всех странах услуги платные. Вопрос же о наказании за пьянство решает судья. Интересно поступают в Финляндии, где для пьяниц предусмотрены небольшие домики с подогревающимся полом. До пол суда упал и спит до утра. В камере специальный одноразовый матрас, в полу сливное отверстие. А утром похмельного клиента помоют. Цена пьяной обработки порядка 300 евро. Для разговора на эту тему мы пригласили министра внутренних дел по Удмурской республике Александра Первухина. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, Екатерина. По официальным данным в России 2 миллиона с лишним пьющих людей. Это явно заниженные цифры. Почему вытрезвители закрыли? Вы знаете, во-первых, я не соглашусь сразу с посылом. Никто вытрезвители не закрывал. Решение было принято обоснованное, которое назревало, только представьте себе, с 1973 года впервые было поставлено сообществом международным перед Россией, перед Советским Союзом тогда еще. То, что вытрезвление пьяных не есть функция карательная, не есть функция милиции в встрече в полиции. И поэтому абсолютно правильный законодатель, разрабатывая новый закон о полиции, который обсуждался всенародно и всенародно был поддержан, законодатель убрал эту функцию от полиции. Александр Сергеевич, то есть их закрыли, потому что они не соответствовали нормам международным? Конечно. Но они простой человеческой логике не соответствуют. Причем тут даже нормы. Есть логика. Милиция, а в последующем полиция должна пресекать противоправные деяния. В чем противоправность деяния человека, который купил в лицензирном магазине, лицензирный продукт, который рекламируется, в продаже которого государство получает серьезные от акцизов прибыли в бюджет. То есть да, есть спиртное, качественное, некачественное. Законопослушный человек купил его, покупая спиртное с целью опьянения, естественно опьянел и оказался на улице. Не рассчитал свои силы и оказался в беспомощном состоянии. Александр Сергеевич, есть ли какие-то... Секундочку, Екатерина. Из 95 тысяч доставленных пьяных полицейскими только 15% были правонарушителями в чистом виде, то есть нарушали общественный порядок. Это по республике цифры или по городу? Ну да, это за год по республике. Мы доставили, подобрали с улиц, так скажем, в этом году 95 тысяч пьяных граждан. Из них далеко не каждый был правонарушителем. То есть что такое правонарушение? Это в пьяном виде он совершает общественно опасное деяние, либо своим видом самим оскорбляет человеческое достоинство и прочее, прочее. Я знаю, что ваше ведомство выступало инициатором возвращения вытрезвителей, медицинских специализированных пунктов на нашу землю, скажем так. А представьте себе человека изо дня в день, перед которым проходит минимум два десятка пьяных, которому постоянно говорят, что завтра ты будешь уволен. Каждый третий пьяный говорит, что ты у меня там что украл. Каждый четвертый пьяный говорит, что вы тут все такие, такие, такие. Это страшный стресс в работе. Я всегда поражался, допустим, девочкам, которые сидят, оформляют все это и прочее, прочее в вытрезвителях. Это страшный стресс. Поэтому мы понимали, что вытрезвители не готовы к вытрезвлению. Травматические пункты, больницы в каком-то состоянии сейчас есть. И мы сразу говорили, у нас есть помещения. Да, они находятся на федеральном бюджете. Федерация готова их передать в республиканский бюджет. Готова передать. Более того, мы готовы на себя первое время взять даже охрану этих помещений, хотя это не входит в наши функции. За счет каких средств будут функционировать вот эти вновь открывшиеся пункты? Пока про один идет речь. Пока. Ну, у меня позиция, я максималист, у меня позиция такая, что один пункт, и вообще сам по себе медицинский пункт это не панацея. Вот создали один пункт, допустим, на 10, на 20, койко-мест, как бы мы назвали, просто мест. Но он же не решит проблему пьянства в Удмуртии. Поэтому я считаю, что такие медицинские пункты должны быть как минимум во всех крупных городах. Ну вот, я бы очень хотел, чтобы они появились, допустим, в Ижевске один или два, ну и по одному, допустим, Глазов, Воткинск, Сарапов в этом году. В следующем году, конечно, там, допустим, Можга и УВА. Хотя бы вот так вот. Ну, я считаю, что, конечно, не считаю, это рекомендации правительственной комиссии по профилактике преступлений, что они должны финансироваться за счет, конечно же, местного бюджета. Причем эти расходы настолько, так скажем, минимальны по сравнению с теми потерями, которые несет общество. Ведь даже само наличие этого медицинского пункта, оно уже гражданина как-то стимулирует к умеренному потреблению. Даже наличие само, даже наличие само возможности, что этот пункт будет работать, что его деятельность будет освещаться в том числе и в прессе. Помните, как раньше, не проходите мимо. Не говорю, что сейчас это возможно, что сейчас есть закон о персональных данных, о защите и прочее, прочее. Но само извещение на работу, какие-то, может быть, акционерные общества и юридические лица примут уставы, которые ограничат прием, допустим, на работу. Если ты был в отрезвителе, да? Я не говорю, что прием на работу, это может быть тоже, ну, какие-то внесут сдерживающие моменты. Помните, когда человек стоял в советское время в очереди на квартиру 20 лет, а за поведение в отрезвителе его там смещали там? Нет, этого я не помню. А я помню, когда в очереди человека смещали на квартиру, там, человек на 100 вниз, он должен был получить в прошлом году, а получал через 5 лет. Да его жена вообще в квартиру туда не пускала, ни в какую уже. Я шучу, конечно. Александр Сергеевич, а как Вы смотрите на возможность платных услуг? Да нет, они не должны быть платные. Они должны быть платные. Ничего не делать. Это международный опыт, да? Где берут деньги за это? Ну, вот Вы уже слышали, там, 300 евро. Я не призываю к этому. Должны быть четкие градации, четкие критерии. То есть бизнес может заняться в отрезвителями? Нет. Давайте все-таки бизнесу это пока поручать не будем. Бизнес нацелен на бизнес. А это социальная задача. Что значит бизнес теперь? Нет. Бизнес может поучаствовать в этом. Я вообще, говорю же, хотел бы видеть решение этой проблемы комплексно. Выступая перед Госсоветом, перед депутатами, я уже высказал, но, видимо, это не услышано было ни журналистами, ни большей части депутатов. Я уже высказал, что республике срочно требуется принятие целевой программы профилактики пьянцев и организма в республике. Она должна быть гораздо более шире, чем программа профилактики преступности. Олгоголизация, к сожалению, шире понятие, чем преступность в данном моменте. И субъектов профилактики гораздо больше, чем профилактика преступности. Причем само по себе министерство не просит никаких материальных ценностей из финансирования этой программы. Пусть она финансируется другим субъектом профилактики, не МВД. Слава Богу, у нас сейчас неплохое финансирование из федерального бюджета. Но программу принимать нужно срочно. И создание медицинских пунктов для доставления пьяных и вытрезвления лишь малая часть этой программы должна быть. Почему важно заниматься этой работой сейчас, ее социальная значимость? Почему вы сейчас об этом говорите? Понимаете, МВД, законодатель, правительный блок, мы просто пытаемся навести порядок в этой работе. Вот, конечно, цифры, которые сейчас в Удмуртии имеются, они по своей сути ужасающие. Мы говорим, рост преступности пьяной на 88%. Если в прошлом году... Рост преступности на 88%? Да, совершенных в пьяном виде. В пьяном виде, подчеркиваю. 88% официально. И в прошлом году доля пьяных преступников в общем массиве преступлений была 22%, а в этом году 40%. Правильно абсолютно сказали и ваши коллеги в этом сюжете, что по неофициальной статистике пьяными совершается каждое второе преступление. Я тоже поддерживаю. Ну, все, особенно в Удмуртии, я понимаю, что здесь нет устойчивых преступных группировок и прочее, прочее. Преступление совершается в пьяном виде. И все-таки, почему сейчас важно заниматься этой проблемой? В чем ее значимость? В нескольких словах, Александр Сергеевич, ваша гражданская позиция меня интересует, в том числе не только государю и человеку. Есть несколько критериев. Во-первых, я сам человек, более чем умеренно употребляющий алкоголь. Поэтому меня просто коробит, когда я вижу на улицах пьяных людей, чрезмерно пьяных, которые... Общество движется в правильном направлении, в том числе в Удмуртии. Ну, вот представьте себе, вы симпатичный молодой человек, хорошо одетый, движетесь в прекрасном настроении. В общественном транспорте перемещаетесь. Как-то хотите получить позитив по движению по родному городу, который все краше и краше. И здесь вот такое вот, ну, я может кого-то оскорблю, но вот такое бытло, которое считает, что весь мир для него, что какие-то критерии поведения общества у него нет. Я считаю, что это неправильно. Я просто как человек это коробит. Мне это очень не нравится. Во-вторых, посмотрите, во что превращается с утра наш город. Бутылки везде валяющиеся, особенно после пива эти бутылки. На каждой трамвайной остановке человек, в пьяном виде выбирая дойти там до урны 10 метров или бросить, разбить бутылку здесь, принимает решение однозначно, где стоит там и все. Вот это неприятность города. Ну и самое главное, конечно, то, что происходит в семьях. Это же страшная беда для семьи, когда человек злоупотребляет. Ну и четвертое, и самое главное, это дети. Все это проецируется на детей. Считается, что выпить, это считается за доблесть. Отметить с обильным возлиянием любое событие, любое событие считается нормой. Вот это меня смущает. Заканчивая наш разговор, Александр Сергеевич, вы сейчас сказали о программе. Готовы ли ваше ведомство взяться за ее разработку? Мы готовы быть инициаторами данной программы. Но для этого нужны исходные данные. Может быть, если она это одна, единственная программа будет. Мы знаем примерный бюджет республики. Если это будет десяток программ, мы готовы понимать и смотреть, куда идут остальные средства. Поэтому мы готовы быть самыми активными участниками и инициаторами. Спасибо, что вы нашли время для того, чтобы принять участие в нашей программе. Спасибо. Президент Удмуртии поставил задачу за два года решить проблему с вытрезвителями и открыть специализированные учреждения во всех крупных городах республики. Это была тема недели. До свидания. Продолжение следует...